пока мы ходили ветер поднялся стало еще холоднее прям они стоять некомфортно в кофте либо надо под кофту одевать футболку и алкашку какую-то либо не знаю что но такие тучи идут черные черно-синие с той стороны севера ведь какие вообще зима близко ребята но хочется чтобы еще в октябрь хотя бы теплый бы постоял такой но я не говорю чтоб жара было 15 но чтобы такая сухая погода мы в том году в ноябре с тобой дальше ездили в петербург и в ноябре еще была хорошая погода то есть мы могли спокойно гулять дождливая была но мы ехали на машине до петербурга было сухо помните мы там жили вот поэтому гуляли там еще по парку мы бы уже были в этом с тобой в царском селе то есть ну такая вот погода была бы лучше постояла просто как-то год был снег ранен рано стал высыпать такая дождливая погода она конечно не нужна так конечно пусть она понижается пусть но хочется чтобы вот подольше сухо было деревья сейчас конечно моментально все такого холода не как раз ибо пожелтеют ожелтеют они из-за того что по биологическим да папа научным я как-то задавал вопрос и читал в интернете что как я и догадывался циркуляция просто сока до который есть в деревьях в других кустарниках она просто замедляется и поэтому деревья сбрасывают ненужные части растений чтобы сохранить тот сок который у них есть то есть большая часть она сейчас не то что с листьев уйдет поэтому они отщипятся так скажем отвалится пожелтеют так скажем у кровоснабжение она будет меньше так вот будет проще галида красного кровоснабжения будет меньше поэтому что делает организм он избавляется от того что не нужно что может организм без этого прожить листья сейчас не нужны циркуляция солнечных дней будет мало поэтому выработка вот этих всех веществ будет не нужно дереву весь сок который накопила дерево за лето за весну за теплое время года она уйдет в корни а корни это что эта жизнь любого растения что цветов что кустарников что деревьев поэтому вся основная часть она будет под землей там где будет теплее поэтому многие когда сергей семенович у нас голосовал что не нужно деревья подсыпать собственными листьями чтобы и питательные вещества были лучше и чтобы теплее было корневой системе ну вот как-то раньше помните подгребали в советское время к деревьям эти листья сейчас их нет их просто вывозят выбрасывают не знаю как что вы думаете по этому поводу сохранили бы в эти деревья вот то есть деревья листья деревьев либо нет либо все-таки как вот как вы поступаете у себя в огородах выбрасывайте листья сжигаете может быть просто в советское время что-то неправильно делали и здесь какая красота тоже и вот видите вот клен стоит он желтеет а некоторые клен как я вам показал почему-то он просто жухнет странно от сорта может зависит дерево от разновидности всем добрый вечер сегодня у меня есть свой этот штатив на ходу который ходит на но на ножках вот поэтому проще снимать ну обещанный салат на просто как это называется на шумевший во всех социальных сетях где только можно и самое главное в запрещенной в нашей стране сети мета в инстаграме то просто столько этих рецептов которые с ума сводят людей ну и причем тинейджеры просят своих родителей приготовить этот салат разнообразие хочу сразу все что в голове у вас есть ваши фантазии в холодильнике сделать вашего ребенку и вы по у вас будет хорошо что у нас сегодня из ингредиентов у нас вот есть кукуруза я вчера у него просто одной тетки она делает с кукурузой нам понадобится три огурца одна помидорка который мы купили кстати не очень хорошие помидоры магните я увидел кому у нее была еще колбаса вот такая причем сыровяленая сырокопченая что нам нужно сделать нам нужно в первую очередь взять огурец и порезать его на мелкие кубики не натирать именно именно порезать вот я сейчас быстренько на штреку на штреку и не знаю салаты может быть вам действительно они понравятся вы их приготовите на новый год единственное что вы потом увидите фишку в чем что этот салат нужно сделал и сразу же практически съел вот у меня у мамы был такой салат очень вкусный там идут кириешки или как они там называется сухарики и он такой я как-то готовил давно его он был очень вкусный причем когда сухарики хрустящие это один салат по вкусу а потом когда сухарики размокают они совершенно другие там шампиньон обжаренный с луком огурец маринованный по-моему сухарики там ингредиентов так мало там причем нет пилеоны а шампиньоны шампиньоны обжаренные я думаю что два достаточно будет думать на старой небольшая помидорка лучше вот этим ножом видите какие помидоры уже одно дело помидоры которые мы на рынке брали другое дело уже все равно помидоры отходят тоже нарезаем стараемся мелким кубиком главный ингредиент впереди это не овощной салат конечно очень колбаса колбаса кстати я давно такую колбасу не ел именно как называется сыра копченый копченый еще лет сервелат или как там называются вы в копченый вареный 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 копченый и кстати это самая вредная колбаса которая может быть чем крупнее будут зерна в колбасе ну знаете есть такая колбаса с такими крупными жирами вот она самая еще не тогда врач говорил где то когда изначально худел сейчас уже надо заново вот она тогда уже говорила что если вы хотите колбасу ешьте колбасу которая ешьте колбасу которая с крупными зернами это самая безопасная колбаса если вы хотите именно такую пашу хватит мне не хочет ну скажу что кто-то готовит с чем видел если основной ингредиент не говоришь что там добавляет ты не отправлял клубами я не делал много конечно почему зачем много делать чуть-чуть сделал попробовал понравилось понравится на новый год не понравился так вот это так скажем основные ингредиенты нам не нужно будет никаких тарелок не ложек не кружек сторону достать соус майонезный ну вот значит у нас такие ингредиенты вот это и вот это нарезано но нам нужно какая-то нужна тарелка тарелка нам не понадобится ребята почему потому что это тренд какой-то пришедший сами знаете откуда мы берем ножницы берем чипсы place это не реклама взяли специально маленькую пачку чтобы чтобы попробовать за друг и вкусно чаще всего берут рифленые с разными вкусами кто-то с копченым лососем кто-то там еще с чем-то новый ваш взял которые были по акции подешевле чтобы если что выбрать без сожаления но тоже сейчас слои с 89 рублей процент стоит нам нужно немножечко дефонатизма но понять кстати не люблю меня отличиться пока не надо чтобы они были крупные не хватит теперь берем ножницы куда это уже повесим только достал берем ножницы ребята поверьте это прямо тренд у молодняка это прямо тренд разрезаем шапочку сверху так как называется с орешками с орешками очень вкусно с орешками очень с орешками с этими мамин как сухарь и брешки так дальше мы берем это сюда высыпаем берем две ложечки кукурузы не ближе видите чипсов то не так много раз два ну так две с половиной ложки не хватит так и вот это сюда как-то нужно приложить но так больше не буду добавлять добавлять а это куда завтра какой огурцы завтра огурцы ты выел когда-нибудь вареные огурцы нет это отдельная история мы как-то маленькие были пошли мама не знает наверно пошли с моими подругами еще когда я березни как жил работал этот совхоз у нас где огурцы помидоры выращивали мы пошли пиздить эти огурцы спиздили там одна нас подруга повела мы спиздили приехали домой огурцы уже вонючие не за такие слизи все короче на восток когда-то я ходил детстве вот у меня двенадцатый раз не важно соус майонеза можете использовать майонез любой сюда ты покажешь нет так и тогда тоже перемешиваем прямо внутри на видео как было надо просто под пакет пожамкать думаешь кажется по штабу ну давай ладно давай поставим просто обижение молодой поэтому давай это ты не молодой ли я не молодой боль такая все это американские происки ребята там не вкусно не может быть все вкусно колбаска помидор чипсы майонез чипсы и так по себе блин это калорийные так мы тут еще их это обогащаем майонезом и колбасой до сдобрили короче можете можете есть все что хотите нож ты первый попробуешь в трусах как раз будет сексуально аж полную ложку пробует чуть-чуть ну все прямо в восторге от этого салата реально сколько не смотрел разновидностей много но не одни не сказали что говеный салат он реально получается бират вкусно очень есть такая фишка пишут прикольчик но уже вторая ложка пошла ну-ка дай мне набери сейчас попробуем но ты делал рукой ты левша правда вкусно но похож на мамин салат с перешками с этими как он называется готовьте право вкусно имеет свойство быть особенно если дети у вас не едят а вам нужно их накормить накормить их вот такой вот фигней чипсами чипсами с майонезом да будет нам счастье нашему нашей нации что мы с вами ребята такое говно не едим с вами пюреху котлету водочку либо коньячок холестерин вымыли и новый заработали котлеты жареной но зато на следующий ли снова у нас водочка да ну вот такой зато истории не мы не то не не едим и у нас все таки в нашей стране жирение меньше чем в америке короче чему я говорю их дело на самом деле салат очень вкусно мне понравился не знаю как тебе мне понравился вот если по пятерке говорит вот 5 из 5 вот правда если сравнив вчерашний салат вчера он уступил этому салату не знаю по какому качеству если вы еще подберете для себя на вкус ну это чипсов до самих то будет вообще круто мне кажется ну кто-то же любит например краб можно было здесь крабом да там либо что-то с копченым но сейчас чувствуется лук именно вот и я прямо чувствуется то что у нас лук сметана вот он так и чувствуется основная до завтра пока все салат будем еще салат огородный огородный салат по-современному пока